Поскольку мое выступление все же посвящено дню органов государственной безопасности, я не могу не вспомнить о таком славном подразделении Комитета госбезопасности СССР как курсы усовершенствования офицерского состава, сокращенно КООС. Оперативный состав КГБ СССР готовили к действиям в составе оперативно-боевых групп на особый период, ну то есть в начале войны. Они должны были действовать в глубоком тылу или на территории противника. Решение о создании курсов в системе высшей школы КГБ СССР было принято в 1969 году, а в середине 1970 года курсы начали свою работу в городе Балашихов, Подмосковье. Ежегодно курсы проходило около 60 человек. Длительность подготовки занимала 7 месяцев. Для курсантов преподавали дисциплины, которые были нацелены на подготовку командира разведывательно-диверсионного подразделения. Там были специальная физическая, огневая подготовка, воздушно-десантная, горная, специальная тактика, минно-подрывное дело, топография, навыки развед деятельности, ну и опыт партизанской борьбы. За подготовку спецрезервистов на случай военных действий отвечал 8-й отдел управления С, нелегальная разведка, первого главного управления, это разведка. Из КОС вышли отряды «Зенит», о котором я уже говорил, отряд «Каскад», которым я служил, ну и, конечно, «Вымпел». «Вымпел» — это эксклюзивное подразделение, такого не было ни в одной из спецслужб мира. Накануне афганских событий, в июне 79-го года очередной выпуск КОС был досрочно выпущен, и 5 июля 79-го года почти весь выпуск убыл в Афганистан в составе сформированного на базе КОС отряда «Зенит». Командир отряда, руководитель курсов, полковник Боярина. Этот отряд, численность которого к декабрю 1979 года достигла 150 человек, как я уже говорил, участвовал в операции по свержению режима Хафизулы Амина 27 декабря 79-го года. Выпускники курсов Александр Малашонок и Олег Рахт написали песню в свое время. Называлась она «Бой затих у взорванного моста». Ну а потом, с полным основанием, эта песня стала называться «Гимном КОС». КОС. Продолжение следует...